Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова В факультете открыли две лаборатории – фитодизайну и таксидермии. Наведывать их может любой студент. Работа гэта потребует терпливости, а лядая макчимость научиться створать музейные экспонаты и знакомиться с особливостями живённого света в региону. У опочный час, правда, у веления которой обнижование, заборонено, например, выраблять чучелы-лис, якие массово хвалиют на шаленцам. Хоть в целом на головную задачу гэта не уплывая – створить перший нагомоченный музей-лабораторию, где можно не только надзирать, а ляя отрымливать практичные навыки. Нам важно, чтобы вектор возможностей наших специалистов был шире, возможность реализации их знаний и нахождения своих рабочих мест. Это должны быть не только преподаватели, но они могут заниматься и в научно-исследовательских лабораториях, могли заниматься ландшафтным дизайном, быть экологами, заниматься вопросами охраны окружающей среды. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель». У «Гомели» протягиваются покровские адукацинные читания. Сегодня у Центральной городской библиотеки имя Герцена обмерковывали место и роль у библиотек в пропаганде моральных каштонностей сарод насильництва. Подобная секция у рамках проведения покровских читаний организована у першиню. Ее головная мета – представление назапашанного в опыту работы по формированию духовных каштонностей. Удельники узняли наибольшь актуальные пытания и подзялились своими практичными напрацовками. Мы посчитали необходимым организовать такую работу для того, чтобы поделиться опытом, услышать мнение своих коллег. А на эту секцию мы пригласили к участию не только библиотечных сотрудников сети публичных библиотек города, но и наших коллег из Гомельского района, из средних специальных учебных заведений, вузовских библиотек. То есть у каждого есть свой опыт работы и свой, скажем так, уже багаж, которым бы хотелось, чтобы мы поделились. И я думаю, что это будет полезно, собственно, всем участникам этого мероприятия. Церковь очень тесно сотрудничает с библиотечной системой, потому что проводятся различные мероприятия. И они востребованы, люди приходят, и им это очень нравится. И вот поэтому в рамках Покровских чтений было принято решение провести библиотечную секцию, где мы будем обсуждать вопросы сотрудничества и о том, как можно с помощью библиотек, опять же, ища новые какие-то формы сотрудничества, новые формы взаимодействия с обществом, с людьми, которые приходят в библиотеку, говорить о добром, вечном. За шмадагодовую працу и значный уклад у справе осветы насельства у дельники библиотечной секции отрымали гоноровые узнагороды – медали пропадобной манефы Гомельской. Музычно-адукационный проект «Беларусь Тур» подыходит до завершения. На выходных у Гомеля его инициатор, белорусский спевак и композитор Игорь Квашевич сустревся с талиновитой молодзю у колледжем остатства имя Соколовского. Акордеонист Игорь Квашевич – лаурат специального фонда президента Беларуси. У рамках проекта молодый спевак и композитор наведал больше 100 городов нашей краины, где проходили концерты и мастер-классы для юных музыкантов. У доброченных творческих сустречах приняла удел кале 15 тысяч детей. По выниках конкурсного отбора, некоторые из них смогли выступить в финальных галоконцертах. Игорь Квашевич планует протягнуть проект. Его тепло состракали в разных кутках Беларуси. Очень хорошая реакция в самых отдаленных регионах Гомельщины, когда мы приезжали с этим проектом, потому что мы видим и интерес педагогов, интерес детей, интерес родителей. В общем-то, мы это стараемся подчеркнуть, но здесь приятно удивляет именно уровень отношения к делу по Гомельщине. От повольного вальса до искрометного джаева в областном центре отбился открытый республиканский турнир по спортивных бальных танцах «Гомель-Опен-2017». Значная подея в танцевальном житии города прошла на передней в спортивном комплексе «Локомотив». Под обязанности в сюжете Ганны Корольщук. Под ритмичные мелодии на паркете «Локомотива» споборничали танцевальные дуэты с больше, чем 30 спортивных клубов Беларуси, России и Украины. В середине были танцоры наивысшейших класса, удельники международных турниров, а так само ты, кто робит первые кроки в свете спортивного танца. На суд журы и глядачу представили европейскую и латиноамериканскую программы. В первую, кроме вальса, выходят квик-степ, танго и самый техничный танец «Фокстрот». Латиноамериканская складается с пяти выступлений – чашача, самба, румба, джаев и пасадобль. Танцоры не просто демонструют рухи, а леи показывают невеликий спектакль. У им важны и постава тела, и внешний выгляд, и навод мимика. Подчас танца партнеры каждый раз переживают маленькое яркое житё. Дзялчина повинна быть королевой бразильского карнавала у самбе, теплощом у руках Тера Адора на час пасадобля. Свой особливый роскошный баль на перший погляд – это напруженная боротьба суперников, где, кроме техники, строго оценивают и саму подачу танцевального номера. Судейская коллегия довольно большая. Ну, а также вот наши гости вместе с танцевальными парами из-за рубежа приехали, и три судьи из России, судья из Украины. Это командная работа, и, в принципе, пара – это такая же команда, как и в любом виде спорта другом. Это важны, конечно, и, ну, будем так говорить, параметры партнера-партнерши – это и рост, это и вес, и уровень подготовки, ну, и, соответственно, взаимопонимание. Это чуть ли не основной критерий, по которому пара может либо состояться, либо нет. С поборницей пройшли у разных взрослых и классификационных группах. Молодше уключало детей до шести годов. Старейшим удельникам было до 35. Усего на паркете спортсмены показали больше за 430 выступлений. Приемно, что сирот-пероможцы у прайзеров – шмат представников гомельских танцевальных клубов. Мы сегодня в категории юниоры-один Н-класс заняли первое место. Это наш первый кубок в Павле. Мы очень рады. Благодарим своего тренера. Светлана Федоровна за трёх. Я занималась в трёх лет. Я занимаюсь в шести. Мы сегодня выиграли в категории юниора-один Е-класс, стандарт, европейская программа. Мы этого не ожидали, потому что у нас стандарт, ну, так себе. А латино у нас очень хороший. Так мы вообще не ожидали. Ну, очень было тяжело выступать. Танцы бальные – это очень тяжело. В неделю 7 тренировок. В каждый день тренировка. Может быть, тренировка по 3 часа. Индивидуальная тренировка длится 45 минут. Переможцы открытого турниру отримали гоноровые дипломы, медали и кубки. И доказали, что спортивно-бальные танцы – это пригожая видовища. И, правда, серьезное споборничество. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадеокампанія «Гомель». Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спортивный агляд з новинами спорту. Вас познайомець Максим Савин.